Валерий Курас 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 Придай Господу путь твой Мы тоже, помните, разбирали, что значит Придать Господу свой путь Путь, то есть свою жизнь Говорят, жизненный путь, пройти жизненный путь Так, какие еще у нас тут есть поблизости Ну, вот этот стих Помните его? Ливия, прочитай Царство небесное, сила уберется И употребляющие усилия восхищают его Мы это не учили Мы это не учили Не учили, Розия? Значит, мы это учили давно, вы уже забыли Потому что он у меня среди бумажек лежит Так, а где же я вот Последнее занятие приготовила вам Поздание Ребятишки Ну, вот, кроме моих я спрашивала Потому что проверяла на них эти знания Скажите мне Кто знает такую фразу Перекуем мечи наорала Ваня, наверное, знает, да? Да Ваня знает так Ваня, знаешь Знаешь Фрося знает Я просто посмотрю, что знает Так, Несер С Тарасом Машут не знает Ливия знает, наверное, да? Я знаю Молчи, я знаю, что вы знаете Так, Лера Даша Перекуем мечи наорала Ну, слышали где-нибудь когда-нибудь? Может быть, где-то на истории Или где-то еще Слышали, да? Так, Ваня начал отвечать Расскажи Я даже не знаю, что такое орала Но, скорее всего, это или что-то на вроде тяпки Или что-то на вроде большого плуга На вроде нету такого? Нет Что-то на вроде... Или это плуг Плуг, правильно, да И что значит фраза Это означает Перекуем мечи наорала То есть Отойдем от войны Отказаться от войны И Перейти на мирную жизнь Правильно, да Практически вот Прям точно, да? То есть Фраза Если дословно Перекуем мечи наорала То есть возьмем меч И из этого металла А меч Мечи бывают большие Сильные Тяжелые, да? Они бывают даже очень тупые То есть они своей тяжестью разбивают врага И переделаем из этого металла Возьмем металл от мечей И сделаем из них Орала Это плуг То есть земледельцы, которым работают И Плуг Это как символ мирной жизни Сельскохозяйства, да Все у нас Все наше питание на планете Это рождает земля Правильно? Так или нет? Или что-то мы можем поесть То, что не связано с землей Вот мы можем Наше питание, жизнь Что-то не с землей сказать А я могу мясо поесть, да? Но мясо там, допустим, коровку Или поросенка Или курочку Чем кормят? Растительной пищей Которая рождает земля То есть так или иначе Земля это главное богатство Которое дает нам пищу И любой вид питания Мы берем из земли Даже соль, которой солим пищу Она Ее находит из земли На дне озер Собирают, да? Соленые озер То есть это все равно Так или иначе Это земля И Заниматься земледелием Это как Символ Мирной Жизни Когда Человек Занимается сельским хозяйством И вот А откуда эта фраза? Кто знает? Откуда эта фраза? Из-за Так, говори Из Псалма Не из Псалма Не из Псалма Из Ну из Библии Нет? А Ну кто знает, откуда это? Это взятое из книги Исаии Запишите Взятое из книги Исаия Исаия То есть пророк Исаия Пиши Вторая глава, четвертый стих То есть Исаия 2.4 Сейчас я прочитаю Так И будет он Он с большой буквы Судить народы И обличит многие племена И перекуют мечи свои наорала И копья свои на серпы Не поднимет народ На народ меча И не будут более Учиться воевать Так Пододвиньтесь Художники Это полностью писать? Нет, нет, нет Я вам просто прочитала А вы пишите только фразу Фраза Перекуют мечи свои наорала Это в кавычках Потому что это точная цитата Здесь очень мелким шрифтом Ну вот, вот черненьким Перекуют мечи свои наорала Это взято из Библии Из Ветхого Завета Пророк Исаия Книга пророка Исаия Вот такое пророчество Перекуют мечи свои наорала Так Кто-нибудь вот такой памятник Где-то видел? Может быть на уроках истории Посмотрите Сейчас я всем покажу Все, да? Посмотрели? Узнали? Может быть видели? Кто автор, они знают кто? Да они и памятник-то не знают Я видел Это стоит при здании в ООН В Нью-Йорке я был Видел эту татуру В Нью-Йорке перед зданием Организация объединенных наций Стоит этот памятник На нем изображен кузнец Видно вот так вот даже вам, да? Стоит кузнец У которого, посмотрите, огромный меч И внизу этот меч уже лежит на наковальне И он молот держит и кует этим мечом Плуг, получается плуг Орала, то есть плуг В псалмах вы тоже услышите это слово Орала Есть где-то И тогда вы понимаете, что это означает плуг Стоит огромная вот эта статуя Она Евгений Вучечич В 57-м году прошлого столетия То есть это времена Времена Советского Союза Советского строя Они подарили в Америку Организацию объединенных наций Вот этот памятник Как символ примирения Когда начались первые подвижки Общения с Западом Потому что, вы помните, у нас был Железный занавес И Советский Союз не общался С западными буржуазными Капиталистическими странами Был период такой Холодная война называлась Знаете, горячая война и холодная война Холодная война То есть не общения закрыты были И в преддверии того, что готовилось общение И позднее даже Так, тихонечко Наши, ну как Тогда не были президенты А были такие председатели Как они назывались Не правительство Коммунистической партии Был у нас Хрущев И он должен был позднее Он поехал даже в Америку На встречу с президентом Но Был президент там Изенхаур И вот символ Как бы Знака примирения И чтобы не было у нас Холодной войны И общения Все-таки с этими странами Подарили В организацию Объединенных наций А там все Страны Эта организация была После войны После Второй мировой Организации Создана От Советского Союза Вот такой подарок То есть Наш Скульптор Знаменитый Который участвовал Во многих знаменитых Скульптурах В Советском Союзе Выковал Вот эту Вот этот памятник И самое интересное Что В Советском Союзе Абсолютно Было под запретом Все духовное Религиозное Вы помните Да Храмы закрыты Во всем Барнауле Один храм только Разрешили оставить То есть Совершенно Вот Вероломно Убиралось Все из храма Никольский собор Посмотрите Один из самых Старых соборов Там был клуб То есть Там проводились Дискотеки Фильмы Представляете Какое По отношению К церкви Ну как Кощунством Называется Или Что Просто для храма Это мерзость Для храма В котором Служили службы Богослужения Проходили танцы Творилась Мерзость И Некоторые храмы Были превращены В морги В овощехранилища Все что угодно И На все территории Один храм Только разрешили Покровский собор Продолжал действовать Даже не на то Что На этот Город Барнауле На весь Алтайский край Представляете Какие времена были И в эти времена Сделать На государственном Уровне Памятник Который получил Разные награды На разных там Конкурсах Вот этих Тематических Сделать памятник Который назывался Строчка из Библии Это вообще было Что-то невероятное Строчка из Библии Перекуем мечи Наорала То есть показать Что мы Не хотим Войны Мы не хотим Повторения Этих событий И мы Вот готовы К тому Чтобы Мирно Сосуществовать С Нашими соседями Другими странами Потому что Советский Союз Всегда Ассоциировался На Западе Как такая страна Агрессор Хочет напасть Там вот Ядерную бомбу Создают До этого Еще другие Разные были Поводы Так думать И Такой вот Был жест Этого памятника Вот Игнатих Его Лично видел Существуют еще Подобные памятники По-моему Есть где-то в Казахстане Подобный памятник Сделан Копия Стоит То есть Как символ Мирной жизни Поэтому Если где-то в школе Или на уроках Истории услышите Вы уже понимаете И можете даже сказать Что это Фраза взята Из книги Пророка Исаии И перекуют Еще раз Давайте я вам ее Прочитаю И будет он Судить народы И обличит Многие племена И перекуют Мечи свои Наорала И копия Свои На серпы Копия Знаете, да? Копия Как копье Ну копья То есть много В множественном числе Копье Будет копия На серпы Не поднимет народ На народ меча И не будут более Не знаю, но когда смотришь Сразу видно По характеру Советский стиль Такой, да? Да Ну, во-первых, взяли для того, чтобы Легкоатлета Какого-то там знаменитого Не то борца Не то еще То есть посмотрите Мышцы какие у него Да, что он такой сильный Скульптор Долго искал лицо Тут считается Что это собирательный образ Из двух Из двух артистов Вот эта фраза А есть такое Что перекуют Орала на мечи Да В Библии есть? Да, конечно В Библии тоже Тут главное Это что? Почему все приняли Это библейское выражение А Слово Божье Живое и действенность И спустя 2700 лет Заговорила Этот архитектор Бучетич Однажды показали Кто-то смотрели Картина номер один Знаете, какая картина? Во всем мире Рапаэля Сикстинская Мадонна Когда она выходит На руках младенца несет В картине, говорит Только один недостаток Никто не увидел Он увидел Глаза ребенка Это не глаза ребенка Христа Ответ один был Это Бог Вот надо додуматься Увидеть и понять Что хотел Рапаэль заложить У ребенка Маленького на руках Не бывает такой взгляд А художник Рапаэль заложил туда Так, картина Номер один во всем мире Видели такую картину? Где в полный рост идет Там ангелы Сон мы за ними видать Ангелочки видим Младенцев Да, епископ Сикстинская Мадонна называется Папа Сикст Святой Так Еще вот Этот мастик с вами учили Когда была тема татуировки Ксюша, прочитай Ради умершего не делайте На лизах на теле ваших И не накалывайте Не сидите сюда Я Господь Бог ваш Я Господь Бог ваш Не вы Умершего Это о том, что Первое коринфо 12.10 Найди Это мы разбирали Тема была у нас Татуировки Есть у тебя этот стих? А когда мы это не пить? Ну, сейчас я не пить Ты можешь выпить Левик 1928 А дома сам стиль запитать Давно Уже мы учили Летом это было у нас Я думаю Скоро Ой, Юля Все, запели Пойдемте Погодите Выходите Ребина, заберите Не забудьте Ручки забрать Все, молимся Благодарим Господа Мы благодарим Тебя Будет подробно Позаниматься Господи Мы славим Тебя Святое имя Твое Помоги нас Нам в этой жизни Укрепи веру И дай нам И дай нам Оставаться верующими До конца Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе Потихонечку Проходите Не пробуем Не пробуем Не пробуем Не пробуем ПЕСНЯ 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 Изволивый спасение нашего ради Воплотитесь от святые Богородицы И приснодевы Мари Непреложного человеческого ся Раскрыси же Христе Божий Смерть и смерть поправы Единцы святые Троицы Спрославляемый Отцу и Святому Духу Спаси нас, спаси Спаси нас Господи, Сусть и Христе, Сыне Божий Помилуй нас Аминь Отцу, стыд Твоим, помяни нас, Господи Единопрелившим отца, стыд Твоим Блаженни, нищие духом Яко тех есть Царство Небесное Блаженник плачущий Яко ти утешатся Блаженник родцы Яко ти наследят землю Блаженник, чущие и жаждущие правды Яко ти насытятся Блаженник, чущие и жаждущие правды Яко ти помилований будут Блаженник, чущие сердце Яко ти Бога узрят Блаженник, чущие и жаждущие правду Яко ти стыд, чущие и жаждущие Блаженник, чущие и жаждущие правды Песня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мои, прийдите, поклонимся и преподел по Христу. Спаси на Сыне Божий, воскресе, измерка поющая Ти. Аллилуйя! Песня. 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 И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле И он рассужал сам с собою Что мне делать, некуда мне собрать плодов моих И сказал, вот что сделаю Сломаю житницы мои и построю большие И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое И скажу душе моей, душа Много добра лежит у тебя на многие годы Покойся, ешь, пей, веселись Но Бог сказал ему, безумный Всю ночь душу твою возьмут у тебя Кому же достанется то, что ты заготовил Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя А не в Бога богател Слава тебе, Господи, слава тебе Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным христианским любомудрием монашеской жизни Слава тебе, Господи, щитка и EU